всем привет дорогие друзья подписчики а также гости этого канала приветствую вас сегодня поговорим о таком актере как александр никитин пресса его называют роковым красавцем кинематографа актер считает такую характеристику убийственной не по-мужски как-то кажется что он ничего не добился ни в кадре не на сцене последний вывод опровергают и количество фильмов и признание публики впрочем александр честно признается что готов сыграть и проходную роль если предложит солидный гонорар дескать на дворе кризис а за символическую плату смотря у кого у того же никита михалкова хоть бесплатно александр родился 30 ноября 1971 года в латвии военном городке скрунда расположена в кулкидском районе отец был потомственным военнослужащим поэтому семья часто меняла место жительства когда саше исполнилось 12 лет никитин и переехали в украину где мальчик окончить школу а зачем поступил на актерский факультет харьковского государственного института искусств имени котлеровского первым местом работы молодого актера стал харьковский академический русский драматический театр имени пушкина а позднее александр никитин служил драм театрах донецка и города киева 2009 году артист участвовал третьем сезоне популярного развлекательного шоу танцуй для тебя на телеканале один плюс один паре с танцовщицей катериной трешины он боролся за победу ради мечты маленькой девочки и в итоге занял второе место в ходе конкурса ранее никогда не танцевавший никитин владел различными стилями от танго до хип-хопа прорыв творческой биографии никитина произошел 2006 году когда актер появился главной роли мелодраматического сериала женские истории и биографической комедии утесов песня длиною жизнь с богданом биняком маратом башаровым владимиром жеребцовым образе леонида утесова трех возрастов александр перевоплотился в героя альберта музыку кинофильму написал представитель композиторской династии максим дунаевский наиболее восторженные поклонники восприняли роль русского эмигранта дмитрия овсянникова в историческом мелодраме дьявол из орли и ангел из орли внешние данные росту 95 сантиметров вес 90 килограмм бархатный баридон помогли александру перебразиться благородного аристократа после выхода картины на экраны никитин проснулся знаменитым партнершей актера по сценической площадке стала ольга кабо 2008 он сыграл майора добродея продолжение сериала солдаты 15 новый призыв александр также был задействован в еще одном культовом сериале своего времени это закрытая школа где он сыграл отца главного героя максима которого сыграл павел прилучный 2013 никитин приглашен на покинскую киностудию где снялся в роли президента азербайджана гейдара алиева картине самая простая фамилия 2017 он стал частью актерского ансамбля многосерийных лент заложники и неизвестны а мелодраме не в деньгах счастья его герой по сюжету вроде бы честный бизнесмен она деле оказался черным риэлтором совершенно правоположный образ доброго и чуткого следователя партнера героини майи горбан актер воплотил в киноленте впереди день сериал березка своеобразный боепик знаменитого танцевального ансамбля советского союза личная жизнь александра никитина александр был жена дважды от первого брака у него есть сын илья который родился в 1998 году рождения 2005 на съемочной площадке сериала я он из орли никитин познакомился с актрисой надеждой бахлина звездой телефильма кармелита так как их герои по сюжету женятся то сначала была сыграна экранная свадьба и только спустя два года 2007 александр повел надежду под венец в реальной жизни после этого пара прожила вместе пять лет неоднократно жена александр заявляла в интервью о планах на будущее и о рождении детей но из-за частых разлук и слухов о романах актера супруги решили разойтись и 2012 оформили официальный развод после расставания с надеждой никитин превратился в непубличного человека он говорит так в интернете столько слухов появляется моей личной жизни да я не люблю рассказывать о семье о своих романов но это не дает повода для обсуждения моей личности иногда даже в сеть не хочется выходить чтобы не видеть все эти домыслы про фото на страничке в инстаграме видно что актер предан рабочему процессу и изредка уделяют время на отдых александр родился под знаком зодиака стрелец что и подразумевает неуемную деятельную натуру он и сам признает что его впечатляет новизна приключения перемен на мест пределы его мечтания это забраться в дебри джунглей с рюкзаком за плечами тишиной дикой природы и ощутить первобытную атмосферу 2019 году александр порадовал поклонников несколькими премьерами канал твц показал вторую часть криминальной драмы анатомия убийства героиня мелодрамы беглянка как и ключевой персонаж анатомии тоже медик и тоже вынуждены спасаться с объектом у никите на фильме главная роль врача провинциальной больницы где находит работу его героиня анна миклош еще одна новинка актера главная роль в сериале чистая психология этому рассказ подошел к концу пожелаем александру еще много интересных ролей в различных кинофильмах конечно же в главной роли вы не подписаны на мой канал подписывайтесь а также не забывайте жать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео на нашем канале видео выходят по две-три штуки в день а также кому понравилось это видео ставьте пальчики вверх если вы не нашли на нашем канале своих любимчиков любимец или каких-то музыкантов и других деятелей звезд шоу-бизнеса пишите в комментариях имя фамилию то чтобы вы хотели узнать или услышать с удовольствием исполню все ваши пожелания а я вам желаю счастья любви добра успеха здоровья конечно же долгих лет жизни всего всего самого самого наилучшего а я с вами прощаюсь мои дорогие до новых встреч не скучайте конечно же всем пока пока а